Алексей Толстой, детство Никиты, чтение в третьем классе, рассказы Куприна. Именно эти издания первыми были занесены в инвентарную книгу библиотеки 10-й школы еще в 1971 году. Теперь, конечно, эти экземпляры уже не найти. Зато здесь есть десятки справочников и энциклопедий, классической и современной художественной литературы, познавательных журналов. У нас довольно большая библиотека, фонд учебной литературы у нас более 16 тысяч, фонд художественный и отраслевой, ну, как бы дополнительная вот эта литература, 11,5 тысяч. Это для школьной библиотеки довольно много, но единственная, я говорю, проблема, что фонд очень стареет, потому что, к сожалению, это не только проблема на библиотек школьных нашего города, это проблема всех библиотек России, что фонды не пополняются художественной литературой практически только за счет акции «Подари книгу школе», «Подари книгу библиотеке». Книги для внеурочного чтения устаревают, рассказывают библиотекари. Особенно нестареющая классика, которую читает не одно поколение учеников. Ремонтировать экземпляры пусть и понемногу, но приходится почти каждый день. А закупать новое получается только на внебюджетные средства школы. Вручают неравнодушные родители, которые приносят в школьные библиотеки десятки изданий из личных собраний. Такие акции проходят и во время месячников, посвященных Международному дню школьных библиотек. Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах мира. Этот праздник по инициативе ЮНЕСКО придумали еще в 1999 году, чтобы обратить внимание на проблемы школьных библиотек. Еще одна проблема, которая затрагивает школьные библиотеки – интерес к книгам у современного поколения учеников. Многие считают, что совсем скоро бумажные издания уйдут в прошлое, им на смену придут гаджеты. К счастью, в Череповце школьные библиотеки еще пользуются популярностью. Я читаю сейчас другую книгу «Властелин колец. Хранители кольца». Эта книга мне очень нравится, потому что в ней есть персонаж мой любимый, его зовут Фродо, у него есть друг Гендальф. Художественная литература и рассказы о школе. Я прихожу где-то 3-4 раза в неделю. Я люблю читать в школьной библиотеке и люблю брать разные книжки. Я в прошлый год много брала книжек. У меня дома сейчас есть уже книжка «Хоббит» и много журналов «Сделай секс». Книга – это то, что можно прочитать. Гаджеты – это гаджеты. Мы постоянно смотрим, что-то ищем, но книгу не заметит ни что. То есть живое общение. И у нас у школы есть определенные требования. То есть это качественное и безопасное. То есть обеспечить детей качественной и безопасной литературой. А это значит без негативной и противозаконной информации в хорошем материальном состоянии для ребят всех возрастов и по любым интересам. И пока в школьных библиотеках все это есть, желание читать в учениках не угаснет. Анастасия Хаткова, Анатолий Холин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова